Привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас топ-5, наверное, ТВ-боксов. Почему, наверное? Потому что у нас будет один вне-топ из Китая, вернее, не из Китая, а с Алиэкспресс. Потому что Алиэкспресс сейчас немножко работает по-другому, и для России, допустим, есть очень много доставок по России. Total Алиэкспресс, именно глобальный, он может доставлять практически во все страны. Поэтому у нас сегодня топ-5 ТВ-боксов с Алиэкспресс для просмотра Netflix, это сертифицированные ТВ-боксы. И именно сегодня рубрика Алиэкспресс. Глобальный топ у нас еще будет, поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы его не пропустить ни при каком раскладе. Ну и, конечно же, все это дело на канале Технозон. Поехали! Мы на главной странице нашего канала, и я хочу вам обратить внимание, вернее, обратить ваше внимание на розыгрыш Xbox Series и 2 Nvidia Shield TV 2019 Pro. До сих пор актуального, одного из лучших, и здесь вот именно это участие в акции, там внизу в описании под видео ссылка, именно на условия. Там ничего не надо, надо быть просто подписчиком. Ну и, как обычно, все ссылки на обзоры этих ТВ-боксов, которые я буду показывать, все ссылки на проверенных продавцов будут размещены в описании под видео. Так что спокойненько идем и смотрим. По топу все очень просто. Дело в том, что на Алиэкспресс существует еще огромное количество других сертифицированных Android TV-боксов, но в которых нет, к сожалению, Netflix. А и такие ТВ-боксы вы можете встретить в наших топ-5 ТВ-боксов в разных ценовых категориях. Ссылки тоже в описании под видео. Но не столь суть важная. Конкретно люди задают вопрос, я хочу Netflix, я хочу сертификацию Netflix, чтобы там был Dolby Audio, чтобы мой ресивер воспроизводил 5.1 или 7.1 звук, допустим, с Dolby Digital Plus. И это основной критерий нашего обзора. Ну, чтобы он был функционален и сертифицирован Google. Поехали. Пятое место у нас. У нас будет вообще вне топ, можем вообще с не топа начать. Я думаю, что это будет, наверное, правильней. И вне топовое место, это, конечно же, Xiaomi Mi TV Stick. Это стик на достаточно слабом процессоре. Это Full HD решение. Но у него есть и Dolby Audio лицензия, и DTS лицензия, и сертификация Netflix. То есть, если брать в расчет, что вам нужно сделать из очень старого телевизора Smart, то этот стик вполне сгодится. Потому что вы на нем сможете смотреть любые стриминговые сервисы, потому что у него есть сертификация Google, и плюс у него есть DRML1, у него есть HDCP, в принципе, которые позволяют вам просматривать. Иви, Мегого, Ока, смотреть Netflix, опять же, повторюсь с этим Netflix, у меня прям целая головомойка. И я скажу вам, что здесь пойдет и IPTV неплохо, и даже некоторые с внешним сервером таскают какие-то достаточно неплохие раздачи. Но я не скажу, что это полноценный TV-бокс, у которого есть USB, куда вы можете подключить жесткий диск с вашей медиабиблиотекой. Нет, это простой TV-стик для того, чтобы смотреть стриминговые сервисы. Это стриминг-стик. Поэтому здесь 1 на 8, и для стриминга этого более чем хватает. Но в топ своих устройств, вернее, в свой топ устройств с Netflix я его не вношу, потому что, ну, действительно слабоват. А вот уже полноценно на пятом месте у нас Xiaomi Mi Box S. Да, это бестселлер. Это один из самых продаваемых TV-боксов, которые есть с AliExpress. При его цене, там, от 54 долларов, смотрите, при доставке из Китая 50-56. И несмотря на то, что у него процессор S905X, достаточно старый процессор, ну, не старый, не устаревший, он просто совсем бюджетный и предыдущих поколений. Но он до сих пор выпускается, и TV-боксы на нем тоже выпускаются. Но здесь есть сертификация Netflix. Вы можете смотреть, здесь, конечно же, HDR. Вы можете смотреть, допустим, EVY, MIGO, OCO, все потоковые сервисы с Netflix, с Dolby Digital. Есть лицензия DTS. Тут, как бы, вообще вопросов нет. Есть Bluetooth-пульт, конечно же, голосовое управление, традиционный Android TV. 2 на 8 – это стандартная формула памяти для обыкновенных Android TV-устройств стриминговых. При этом Mi Box S может похвастаться автофреймрейтом. Кстати, как Emitivo Stick. Это в таких приложениях, как Vimu Media Player, SmartTube Next. Это для YouTube без рекламы, в таком как TV-Mate. То есть, вы можете здесь организовать нормальный просмотр стриминга. Даже люди умудряются на нем смотреть раздачи размером 20-30-40 гигов. Вообще не вопрос. Но для данного TV-бокса нужен роутер 5 ГГц. Для того, чтобы подключить LANR-J45, то есть обыкновенный кабель, вам понадобится вот такой вот переходничок. Если что, кину ссылочку под видео, чтобы у вас была. И, конечно же, под... Ну, вот про пульт я сейчас скажу отдельно. Конечно же, под такой TV-бокс вам необходимо понимать, что здесь USB 2, и вам нужно будет реализовать, если внешнюю медиатеку, то это именно ограничение по скорости. Но при этом на этой скорости хватает, чтобы просматривать любой контент с жесткого диска. Допустим, ваше видео, которое вы записываете на смартфон, и я другого не имею права сейчас в YouTube говорить. В принципе, это нормально работает. Несмотря на то, что это достаточно устаревший проц, он до сих пор выпускается, до сих пор работает. Он бестселлер, его еще хватит для стриминга на пару лет. Это точно, это железно. А некоторые даже умудряются на нем погонять старые эмуляторы, например, на PS1. Тоже запросто работает при покупке какого-либо геймпада. На четвертом месте у нас Realme 4K Google TV Stick. Реаллик залетел в наш топ сертификатов с Netflix. Именно такой себе неплохой вариант, потому что я его попользовал, и мне понравилось. Но это Google TV. Вот вы должны понимать, что это Google TV. Смотрите наши обзоры. Но что касаемо этого Realme 4K Google TV Stick, то что этот Realme очень неплохо сделан. Это именитый бренд. Это 1. 2 на 8 традиционная формула памяти. У него есть Bluetooth 5 HDMI 2.1. У него есть поддержка HDR. Есть поддержка Dolby Audio. Само собой, Netflix. К сожалению, автофреймрейта здесь нет ни в каком виде. И поднять его не получается. Ну и пульт. Здесь отличный пульт. Но вот управление телевизором достаточно тяжелое. То есть вы должны, имеется в виду, что над одним пультом управлять и громкостью телевизора, и выключать и выключать телевизор, ну разве что через ЦИК, будет достаточно неудобно. Поэтому под такой девайс, да и под Xiaomi Mi Box, у которого точно так же не регулируется голос, я обычно рекомендую покупать вот такой вот Google пульт, который выпускает Mi Cool, ставить в TV Box приложение Remoter Config, и он будет управлять и вашим TV Box, и плюс громкостью телевизора, или саундбара, или ресивера, и включать и выключать все это вместе. Обзор я кинул в описании под видео. На третьем месте у нас Mi Cool KM2. Я вам честно скажу, на Android 10 шикарная штукенция с Netflix 4K, с Dolby Audio, 2х8 формула памяти. Это iMlogic S905X2-B процессор. У него пульт, который позволяет управлять и телевизором, и панелью. Все это включается прямо в самом меню настройки. Но есть один недостаток, дело в том, что постоянно включен HDR, но там немножко не так. При подключении к HDR телевизору постоянно включен HDR режим, при подключении к SDR телевизору будет постоянно SDR работать. Вообще, по сути, Mi Cool KM2 это не просто Mi Cool производитель, это производитель Skyward, именитый производитель телевизоров. Поэтому здесь вообще по качеству сборки претензий и вопросов нет. То есть он действительно качественно, хорошо собран. Стоит он, давайте я вам сейчас покажу, ни много ни мало, 65 долларов, это дешевле, чем он стоил когда-либо. Опять же, воспроизводит Netflix, у него есть Chromecast. Вообще, у всех сертифицированных этих устройств с Netflix есть Chromecast. Вы можете это все транслировать, там, со смартфона какие-то штуки отправлять. Классная тема, там, из YouTube-чика ролик отправить, там, из какого-то... В общем-то, это все поддерживается. Единственный недостаток, его я вам сказал. А вообще, это один из моих любимых TV-боксов из Китая, с Netflix 4K. Да, здесь нет Dolby Vision. Если вам нужен Dolby Vision, то первые два места у нас посвящены, конечно, уже традиционно, Nvidia Shield 2019 года. Я объединяю первое и второе место, то есть мы говорим второе и первое, но у нас просто есть разница между бочкой и Shield'ом Pro. Бочка — это формат такого стика нелепого, но он имеет право быть, особенно после последнего обновления он получил Dolby Vision и проигрывание раздач, можно там замутить. И немножко исправилась ситуация, по крайней мере, для меня по отзывам, то, что мне ребята пишут, что они начали смотреть раздачи на нем, и вроде бы там никакие сервера не выкидывают. Но, я вам скажу, Nvidia Shield на текущий момент это лучшее, что можно купить в Китае. Сейчас при поддержке Dolby Vision, при поддержке Dolby Atmos, при поддержке Netflix и в Dolby Vision, и в Dolby Atmos. При этом сейчас, после последней обновы на Android TV 11, это больше даже игровая консоль для GeForce Now, потому что теперь поддержка в GeForce Now 4K при определенной подписке, но не говорю, что для всех стран, у каждой страны свои могут быть подписки, вы это должны учитывать. Формула памяти у прошки 3х16, у простого 2х8. Конечно же, здесь крутейший процессор Tegra K1 с видеоускорителем на 384 кью до ядра, то есть это, несомненно, из Android TV абсолютный топ. Тут даже ничего нельзя сказать, потому что, во-первых, здесь еще есть 4K upscaling, то есть, представляете себе, вы взяли IPTV, там, какой-то из upscaling, смотрите, он 4K становится, там, просто зашибенно. Я простыми словами говорю сейчас, как потребитель потребителем. Поэтому NVIDIA SHIELD TV PRO, да, он стоит действительно немало. Он стоит действительно немало, но лучше раз подкопить, ссылка в описании под видео, зайти, купить один раз и забыть на лет 5. А почему я говорю на лет 5, здесь даже уже на лет 7, потому что с 2015 года NVIDIA SHIELD до сих пор поддерживает свои TV-боксы. С учетом того, что здесь есть Dolby Vision, то вообще шикарно. Я думаю, что вы купите его и забудете еще лет на весь. Но я вам должен сказать, что у NVIDIA SHIELD TV нет YouTube HDR. То есть, вы должны это понимать, но обычно YouTube HDR есть у самого телевизора, поэтому, ну, вы можете его там смотреть. Конечно, немножко неудобно, но вся суть того, что здесь пульт тоже управляет и телевизором, и акустической системой через и капорты спокойно подвязывается, и мы его нереально рекомендуем. Так же, как и бочку, если вы хотите там заморочиться подешевле. Вообще NVIDIA SHIELD дешевле купить на Амазоне. У меня есть на Амазон ссылки, тоже в описании под видео заходите, и покупайте отличный ТВ-бокс. Ну, мы вам презентовали на зиму 2022, в принципе, топ Netflix устройств с AliExpress. Ну, а выбирать, в принципе, вам. Мы ничего никому не навязываем, мы просто показываем то, что есть на рынке, и рассказываем о преимуществах того или иного ТВ-бокса, и плюс ссылки на все обзоры в описании под видео. Так что, если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Баббл на канале Технозон, пока.